Сергей Брачук подключается к эфиру канала Freedom, представитель Одесской областной военной администрации. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Рады вас видеть. Слава Богу, и не слава вооружённым силам. Виталий. Героям слава. Сергей, расскажите, что в Одессе происходит, какие последние новости? Ну, у нас, как говорят, в армии всё ровненько, у нас 4-5-0, нет пока сигналов воздушной тревоги, без обстрела, слава Богу. Хотя в эти дни отмечается активность вражеской авиации. Ну, и, в принципе, неделя началась тоже с попытки врага обстрелять Одесский регион. Четыре ракеты, я напомню, во вторник были запущены самолёты СУ-24. Пытались ударить по нашим пунктам и объектам противовоздушной обороны, потому что использовали специфический боеприпас, специфическую крылатую ракету Х-31П. Как раз она предназначена для того, чтобы носить поражение именно объектам ПВО. Однако именно объекты ПВО ответили достойно, все четыре ракеты были уничтожены. Единственное, что обломки одной ракеты, они, к сожалению, прилетели на территорию детского сада. Понятное дело, что в военное время ракеток там нет, они не находились. Было также повреждено несколько живых домов. Самое главное, нет пострадавших, ракеты уничтожены, небо, как говорится, под контролем. Ну и в Черном море периодически меняется ситуация. То есть тут речь идет не только об изменении количества вражеских кораблей. Их то 17, то даже было 19 на протяжении недели, потом 14-13. Мы говорим о количестве ракетоносителей. Тоже меняется периодически, однако в среднем остается где-то 3-4 ракетоносителя. Это надводные корабли, это подводные лодки и возможный залп 20-24 калибра. Хотя вот на этой неделе был такой один день, когда до 32 ракет морского базирования типа «Калибр» находились на боевом дежурстве. Что, понятное дело, подчеркиваю, война не закончилась, а вероятность ракетных ударов, она остается на уровне очень высокой. Во всем остальном трудимся, работаем у нас, если перейти к таким военно-гражданским направлениям, то это бассивная компания, Одессина пока лидирует среди регионов нашей страны, потому что прекрасно понимаем, мы становимся хлебным хабом для всего юга нашей страны, для всего государства. Сразу хочу поставить точки над «и», Украина будет с хлебом, поэтому никаких проблем у нас в этом плане нет. Ну и зерновое соглашение. 25 миллионов тонн, вот такая психологическая отметка пройдена. Ну и зерновое соглашение продолжено. Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, если мы уже заговорили о постоянной, конечно же, угрозе ракетных обстрелов, есть ли какая-то информация относительно приоритетных целей будущих возможных обстрелов от врага? Мы понимаем, что много чего говорить сейчас нельзя в условиях полномасштабной войны, но, может быть, есть вещи, которые реально озвучить сейчас? Ну, прежде всего, когда мы говорим о высокой вероятности нанесения ракетных, авиационных ударов, то тут я всегда призываю и журналистов, и наших граждан не гадать на кофейной гуще, а говорить о реалиях. Реалии такие, что звучит сигнал воздушной тревоги, то обязательно необходимо выполнять все эти правила, которые мы, украинцы, уже хорошо изучили на протяжении полномасштабного отражения с 24 февраля прошлого года. Если говорить о вражеских приоритетах, то понятно, что определенные риски можно уже определить. Если зимой мы говорили и осенью о том, что враг будет пытаться бить по нашей энергетической инфраструктуре, так это и происходило. Понятное дело, что эти цели остаются неизменными. Вся критическая инфраструктура, все объекты, которые к ней принадлежат, остаются целями номер один. Но говорим о том, что сегодня вполне вероятно враг будет пытаться наносить удары по так называемым центрам принятия решений. То есть мы говорим об административных зданиях, мы говорим о тех объектах, где происходит действительно принятие соответствующих решений, которые необходимы. Вот сейчас очень важный момент, как говорят, есть нюанс. Тех решений, которые направлены на то, чтобы мирные граждане, даже во время войны, могли чувствовать себя более-менее в безопасности, могли функционировать социальные, медицинские объекты. Поэтому то, что Россия остается страной террористов, остается неизменным. Отсюда и вот такие прогнозы о том, по каким объектам враг может бить. Поэтому центры принятия решений, это прежде всего гуманитарные центры принятия решений, от которых зависит жизнь целого региона, юга страны, Украины в целом. Сергей, хочу вас про Приднестровье, так называемое, спросить. Приднестровская Молдавская Республика, так называемая, в очередной раз СБУ Украины обвиняют в какой-то подготовке теракта. Мы понимаем, что это все разгон информационной войны, но тем не менее, они же могут использовать подобные вбросы для того, чтобы проводить военные учения, чем они, собственно, и занимаются. Я помню, что там предлагалось 12 тысяч рублей в 7 до 55 лет мужчинам получить для того, чтобы поучаствовать в военных сборах. Скажите, какой итог этих, возможно, сборов? Начали ли они их проводить? Вообще, какая ситуация на границе? Не наблюдается ли там обострение? Ну, если мы говорим об участке границы, действительно, вот эта протяженность, которая проходит по территории Одесской области, у нас тут тоже 4-5-0, я люблю это выражение, потому что граница на замке, все необходимые работы проведены, боевые задачи поставлены. Ну, и могу только добавить, что оборона вот этого участка государственной границы, она усовершенствуется, то есть не стоит на месте. Что это? Фортификация или, скажем так, определенные маневры боевых подразделений? Сейчас на этом, естественно, подробно останавливаются они будут, тем не менее, второго фронта точно не будет. Что касается внутренней, так называемой, жизни самого непризнанного Приднестровья, то тут совет с моей стороны, это, конечно, субъективное мнение, тем не менее, остается неизменным. Пусть возвращаются в родную страну, в Молдову, и тут вместе с нами, в том числе, к европейскому единству. Все вот эти информационные вопросы, о которых вы сказали, там очередной что-то опус появился, вот так называемый МГБ непризнанного Приднестровья, снова СБУ, снова Украина, снова там какие-то диверсанты и так далее, и тому подобное. Это смешно, во-первых, читать, но, понятно, реагируем, мониторим. А все это рассчитано для внутреннего потребителя. Сборы. Сборы, вы знаете, когда о них молчат, то есть нет даже какой-то, знаете, информационной, фейкового сообщения, то, конечно, мы понимаем, что там ничего хорошего нет. Люди не хотят за вот эти 12 тысяч рублей, я не знаю, как это перевести в гривну, честно говоря, не собираются воевать, не собираются становиться пушечным мясом, и понимают прекрасно, что вполне, я подчеркиваю, вполне может возникнуть такая ситуация, когда их, этих людей, пришедших на сборы, записавшихся в русский оккупационный корпус в Приднестровье, могут отправить умирать. Я называю вещи своими именами. Это не военные люди, это люди, которых отправят именно как пушечное мясо, потому что, допустим, наши подразделения вооруженных сил Украины будут отвечать жестко на любые провокации, я подчеркиваю, именно жестко. Никто никого жалеть не будет. Не угроза, констатация факта. И посмотрите, мы с вами, в том числе, в эфирах говорили, что сегодня независимость Республики Молдова, она подкреплена и успешными действиями вооруженных сил Украины. Тут у нас, на территории нашего государства, где наши военные уничтожают русского оккупанта. Ну, давайте, Сергей, вас спросим, как представителя Южного региона, про посещение, возможное посещение, возьму это в кавычки, Путиным Крыма. К девятилетию аннексии он побывал в Симферополе и решил открыть школу искусств. Вот короткое видео, можем посмотреть сейчас на экране, как это выглядит. Все, что есть в интернете, коллеги, покажите. Значит, Путин, ему показали школу искусств в центре Корсунь, это комплекс Херсонес-Таврический. По сути, все, что вот есть в интернете, да, сейчас город Севастополь, и рядом с ним идет, я так понимаю, мэр этого города, так называемый представитель оккупантов. Ну, в общем, что примечательно, разница во времени между визитом и тем, как его показали, три часа из того, что отметили журналисты, плюс абсолютно непонятный повод, вообще никаких слов не было о гарантиях безопасности Крыму, что любит постоянно повторять Путин, не было никаких вообще манифестов, выступлений, просто приехал на открытие художественной школы. Кажется ли вам это странным, что вообще думаете об этом визите? Странно, что потом он вроде бы катался в Мариуполе, и странность только в том, почему не наладит, например, да, а было объявлено, что на каком-то там джипе делал остановки, видео тоже нет. Что касается Крыма, старый диктатор, кровожадный диктатор приехал прощаться с Крымом, который никогда не был российским. Он был греческим, он был крымско-татарским, он был турецким, он был итальянским отчасти тоже, ну и, конечно же, он украинский, но никогда не был российский. Поэтому, вы же обратили внимание, там рядом священник ходит. Ну, мало ли, да, ели уже старый, поэтому вдруг отпевать придется. К сожалению, так не получилось. Надеюсь, что это будет в ближайшем будущем. Ну, а что касается, скажем так, вот этой разницы во времени, то понятное дело, что это вопросы безопасности. Боится, потому что жмет, потому что давит, потому что подгорает. Ни его территория, ни его страна. Ну, я думаю, что дальше будет, как говорится. Военный преступник Путин, ну, по крайней мере, человек, который в этом обвиняется, орден на арест уже выдан, человек последственный, но он должен себя чувствовать на любой территории, неловко, даже на территории Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время и так и будет, но это очень интересно. Боится и прощается с Крымом. Это вы очень четко сказали. Мы вам благодарны за эту интереснейшую беседу. С нами был Сергей Борисович. Спасибо вам. Спасибо большое. Сергей Борисович Брачук, председатель Одесской, представитель Одесской областной военной администрации. Спасибо, Сергей Борисович.